Сибирский федеральный округ Площадь всей Российской Федерации представлена 10 субъектами с населением более 17 миллионов и плотность 3,3 человека на квадратный километр, что причисляет округ к территориям с низкой плотностью населения. Этот показатель у нас варьирует от 1,2 в Красноярском крае до 27,8 в Кемеровской области человека на квадратный метр. Другие климатогеографические особенности – это изолированность и географическая удаленность территории, сложная транспортная схема, суровый климат. Важным показателем, который характеризует социально-экономический уровень, является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. В 2019 году во всех субъектах Сибирского федерального округа этот показатель был ниже, чем в среднем по России, а в Республике Тыва 67,6 – это минимальный показатель по всей Российской Федерации. В 2019 году в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 76 352 случая злокачественных новообразований. Умерло от онкопатологии 36 858 человек. На учете на конец года состояло 455 367 пациентов, что на 25% больше, чем 10 лет назад. Структура за 10 лет изменилась с увеличением доли опухоли предстательной железы и кожи, это мужское население, и с уменьшением удельного веса онкопатологии легкого и желудка. У женщин изменения произошли в сторону увеличения долевого участия новообразования кожи, тела матки и ободочной кишки. Стандартизованный показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями вырос. Темп прироста за 10 лет у мужского населения составил 12,5%. При этом показатели держатся в диапазоне 232,6 на 100 тысяч населения в Республике Алтай и 402,6 на 100 тысяч населения в Иркутской области. В женской популяции этот показатель вырос за 10 лет на 19,5%. И аналогично ситуации в мужской популяции, самый маленький показатель в Республике Алтай – 189,2, наивысший в Иркутской области – 286,8. По возрастным показателям пик заболеваемости у мужчин приходился на возрастную группу 70-74 года и составлял 3130 на 100 тысяч населения. У женщин возрастная группа 80-84 года с максимальным показателем заболеваемости – 1629,5. В соответствии с указом президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года выработано 4 целевых показателя. Я их не буду перечислять, все их знают. Сибирский федеральный округ. Этап 2019 год. Вариабельность показателей по субъектам. Смертность от 132 на 100 тысяч населения до 236, одногодичная летальность от 16,3% до 29%, доля ранних стадий при диагностике от 49% до 58,3% и доля состоящих на диспансерном учёте онкологических больных 5 лет и более от 49 до 55,3%. На этом слайде показаны все целевые показатели в разрезе субъектов Сибирского федерального округа и ключевые онкологические показатели качества медицинской помощи. Морфологическая верификация в Сибирском федеральном округе в 2019 году. Уровень был аналогичен среднероссийскому показателю – 94,3%. Но все остальные показатели хуже. Ранне выявляемость – 56,3%, одногодичная летальность – 24,1%, доля больных, состоящих на учёте – 5 лет и более 54,6%. По каждому показателю вкратце в разрезе субъектов и в динамике за 5 лет. Прирост уровня морфологической верификации за 5 лет составил 3%. В 2019 году максимальный показатель наблюдался в Томской области – 99,7%, минимальный в республике Хакасия. Ранне выявляемость. Прирост составил 4,1% и максимальный показатель был в Алтайском крае – 59,7%. Из 10 субъектов 4 региона не выполнили плановых значений. Одногодичная летальность. Убыль за 5 лет составила всего лишь 1%. Наиболее оптимальный показатель наблюдался в республике Алтай – 16,3%. И также 4 региона из 10 не выполнили планового значения этого показателя. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, прирост этого показателя составил 3%. Наивысший был в Алтайском крае – 56,8% и 56,8%. И в двух республиках этого показателя планового значения не достигли. Результаты выполнения плановых значений основного показателя – смертность от нового образования. Мы эти данные взяли из доклада академика Ивана Сократовича Стеллити, который состоялся в рамках видеоселекторного совещания Минздрава России в феврале 2020 года. Выполнили план Красноярский край, Томская область, Республика Тыва. Недовыполнили план менее чем на 3% Кемеровская область и Республика Хакасия. И остальные 5 субъектов Сибирского федерального округа недовыполнили план более чем на 3%. Кемеровская область и Республика Хакасия недовыполнили менее чем на 3%. Комплексные проблемы организации онкологической помощи в Сибирском федеральном округе мало чем отличаются от общероссийских. Это кадровый дефицит, лекарственный дефицит, отсутствие развитой системы палеоактивной медицинской помощи, онкологической реабилитации, детско-онкологической помощи, отсутствие единого информационного контура сопровождения онкологической помощи. Ну и по проблемам кадры. В 2019 году работало в Сибирском федеральном округе 913 онкологов и 152 радиолога и радиотерапевта. Но более важен относительный показатель – это сколько приходится пациентов на одного врача-онколога по нашему региону. Средний показатель – почти 500 человек, 500 пациентов на одного врача, выше, чем в среднем по России – 461,1, и особенно большая нагрузка наблюдалась в Кемеровской области – 745,6 и в Красноярском крае – 662,6. Число радиологов и радиотерапевтов на тысячу пациентов с впервые выявленным заболеванием онкология. Средний показатель по округу – 1,9, меньше, чем в среднем по России – 2,4. Наиболее оптимальный этот показатель был в Томской области в 2019 году. Оснащенность детскими онкологическими койками на 10 тысяч детского населения. Опять показатель средний по региону – меньше, чем среднероссийский – 0,5 и 0,7, соответственно. Наибольший показатель в Кемеровской области, и необходимо отметить, что нулевые показатели во всех республиках Сибирского федерального округа. Палиативная помощь. В таблице представлены абсолютные числа поечного фонда палиативных поек для взрослых, из них онкологических, и палиативных для детей. 965 всего палиативных поек, из них онкологических – 142, и 164 детских поек. Оснащенность палиативными койками для взрослых в регионах варьирует. Вообще 2019 год отмечен развитием палиативной помощи во многих субъектах Сибирского федерального округа. И наиболее высокие показатели оснащенности в Омской области 67,9, в Иркутской области 56,9 и в Республике Тыва 60. Информация по Центрам амбулаторно-онкологической помощи, которые сегодня так притиковались, но тем не менее мы считаем, что 2019 год – это год открытия этих центров, открыто 21 из 46. И несколько слайдов, позитивных слайдов, в онкологии Сибирского федерального округа в 2019 году, чем были отмечены такие зарисовки. Это, прежде всего, приобретение оборудования современного, как и в Кемеровской области, как я уже сказала, открытие Центра амбулаторно-онкологической помощи в Горно-Алтайске, выполнение новых молекулярно-генетических исследований в Алтайском крае, в Республике Тыва впервые за долгие годы самостоятельное проведение патологоанатомических исследований, строительство радиологического корпуса, который так ждали в Абакане, новации в Иркутской области, идентификационные браслеты с возможностью считывания медицинской информации у пациентов. В Красноярском крае открыто 5 центров амбулаторно-онкологической помощи. И нужно сказать, что в крае, где плотность населения 1,2, эти центры просто необходимы. В Новосибирской области открытие Центра ядерной медицины в Томской области современное хирургическое оборудование. И в Томской области строительство хирургического корпуса, установка современного диагностического оборудования. Актуальный вклад в онкологическую помощь Сибирского федерального оборудования вносит неонкология. 60% пациентов, которые учатся в стенах этого института, это пациенты из других, то есть не Томской области, регионов Сибири и Дальнего Востока. В институте проводится высокая технологичная медицинская помощь, в том числе уникальные операции на костных структурах с использованием 3D-аппаратов. Органы, сохраняющие лечение инвазивного рака шейки матки, которые дают возможность пациенткам рожать. В истории неонкологии перинатального центра уже 11 новорожденных. Традиционное использование интероперационной лучевой терапии, нейтронной терапии. Активное участие экспериментальных лабораторий в развитии молекулярно-генетических исследований, их, скажем так, применении в практике. В коллаборации с другими медицинскими учреждениями и техническими учреждениями разработка доклинических и клинических испытаний и применение их последующих в практике радиофармпрепаратов. Ну и еще, что на базе неонкологии, кафедры онкологии Сибирского медуниверситета, ведется обучение в аспирантуре и в ординатуре по специальности онкологии. И радует то, что из года в год количество обучающихся растет. В 2019 году обучались 14 аспирантов и 29 ординаторов. И очень много именно специалистов из регионов Сибири и Дальнего Востока. Тут на слайде они перечислены. Хотела бы закончить слайдом свое выступление, словами послания президента Федеральному собранию о необходимости этого федерального проекта и обязательно рациональному использованию всех средств, которые даны на это дело. И большое спасибо за предоставленную возможность участия в этом форуме. Продолжение следует... Продолжение следует...